Моментальный лифтинг. Хочешь капнуть тебе на лицо? Что это? Это что? Глянь, какой огромный болезнь. Может быть треснула у меня. По-моему, всё впиталось. Вот моя нога. Вау! От выпадения волос. Девочки, кто хотел? У кого выпадают волосы? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Мама Чули. Ты хотела вместе? Всем привет! Сегодня мы с вами вместе будем тестировать косметику из FixPrice. Смотрите, её очень много всего. И я для этого пригласила маму, для того, чтобы она помогла. Потому что возраст у нас разный, отношения к косметике разные. И чтобы я не была прям супер-мега-субъективна одна, у нас будет немного такая двойная объективная оценка тех или иных продуктов. Первое, что мы с тобой затестим, как ты вообще относишься к косметике FixPrice? Что ты скажешь? Пробовала когда-нибудь? Вот FixPrice я ещё не пробовала косметику. Надо попробовать. Надо попробовать. С чего начнём? Так как у нас крем для лица я взяла раз. Держи, читай. А, ты не видишь. Крем для лица раз. Крем для лица живица кедровая. Чистая кожа. Домашний доктор. Вот такой вот. Можешь открыть, понюхать пока. Потом крем-флюид для лица. Меня здесь очень заинтересовали улитки. Для лица, шеи, зоны декольте. Чё, пахнет? Да, нормально. Запечатано. Ты открыла? Был запечатанный. Это хорошо, что он не был просто открываешь и всё. Он был вот запечатан. Да? Да. Ну, крем такой, как будто лечебное что-то, да? Правильное, как чувствуется. А что у нас ещё для лица есть? А, и ещё для лица вот такая вот сыворотка. 100% гиалуроновая кислота. Вот. Там было два таких. Одна была в прозрачной, а другая была в чёрной такой вот бутылочке. Я взяла прозрачную. Они разные, с чем-то разные, но мне прозрачная просто понравилась больше. Ну, и моментальный лифтинг, типа, туда-сюда. Кстати, моментальный лифтинг... А сколько стоит? На тебе? Вот это, по-моему, стоит либо 77, либо 9,99. Я точно не помню. А это? Рублей 50. И это тоже где-то 99. Давай посмотрим, как здесь запечатано. Здесь вот просто вот такой бутылечек. Тебе, кстати, с каких удобнее пользоваться? С таких баночек или с бутылкой? Без разницы. Вот это без разницы. Тут тоже лифтинг-эффект. И сияние... Лифтинг-эффект и сияние кожи. Подходит для области вокруг глаз даже. Даже ничего отдельно не надо видеть. Давай понюхнем. Мне кажется, это приятнее пахнет, чем там. Ну, нормально. Какой крем хочешь нанести на лицо своё ты? Да любой какой. Или лифтинг хочешь сразу оценить? Моментальный лифтинг, пишут. Ну, давай начнём с чего нужно начать. Закончим тем, чем надо. Закончим. Ладно, давай откроем, я тоже посмотрю. Тут какое-то желе. Видите? Это желе. Оно не льётся прям сразу сильно. Даже пузырики там. Резкость. Хочешь, как на тебе на лицо? Давай на половине. Давай на половине. Подождите, как на густойке. Вот размашь на половине. Лечко напишём. Ой, запах классный. Прям духами какие-нибудь такой. Пахнет чайной розой. Духи такие были. Ну, размазывай. И скажи, что ты чувствуешь. Я тоже хочу. Чувствую, как сыворотка наносится. Это сыворотка. Как гель какой-то. Ну, да. Вот моментальный лифтинг. А ну-ка, я хочу под глазами. Вы знаешь, что они взяли с тобой? Слушай, а мы инструкцию не читаем вообще-то? Нет. Может, надо сначала почитать? Может. Ну, что тут непонятного? Ежедневно, утром и вечером наносите концентрат на предварительно очищенную кожу лица Декольта. Она всё чистая. Поставьте концентрат до полного впитывания. О, всё. Слушай, ну я вот сейчас накапнула тебе. Тебе немного я накапнула, кстати? Нет, нормально. А я всё накапнула, и вот оно впитывается. Впитывается. Надо посмотреть, насколько быстро. Я, наверное, пойму чулочек. И, кстати, ободок такой с фикс прайса тоже. Очень хорошо. И вот эта штука моя тоже с фикс прайса. Он мне устраивает. Вот так. А. Теперь мы полноценные тестерши. Тестерши и фикс прайса. Мы не взяли, знаешь, чё? Угадай, чё мы не взяли? Диски ватные. Мы не взяли. Зеркало! 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 А мы смотрим, как в зеркало, в девчонок, и в их глазах отражаемся. В глазах девчонок мы не увидим лифтинг-эффект. Ну и чё? Я что-то должна увидеть. Слушай, ну оно впиталось быстро, да. Ну такой липковатый слой остался. Ну да. Нормально? Это нормально. Ладно. Тогда тестим дальше. Давай улитку протестим. То есть тебе это понравилось? Вот запах классный. Вот эта сыворотка. Классный запах. Да. Ну то, что липкая, не знала. Но обычно на сыворотку сверху наносят ещё крем. Да? Да. Сыворотку на чистое лицо. Слушай, а она тоже как гель. Да. Что? Что это? Это что? Это крем флюид. Так, мы его наносим на другую сторону. Давай нанеси на другую сторону, а лопа ставь для другого. Это тоже не крем, а вот крем флюид. И только пальцы у меня длинные. Глянь, какой огромный. Так, я нанесла сюда, теперь улитку сюда. Тоже флюид. Примерно так же. Только запах уже другой, да? Какой тебе запах больше нравится? А приятный тот и тот. Запах свежести такой. Ну да. Не отвратный. Здесь тоже эффект лифтинга. Всё для молодости, красоты кучина. Ну как тебе? Вообще можно так оценить крем или нет? Если мать, ну без труда. Но он когда высохнет, то есть питается уже. Сейчас он пока как влажное лицо. Когда питается, тогда я только смогу ощутить, тянет, не тянет лицо. Ну как ощущение? Ну всё, давай этот бери. Живицу. А этот куда? На лоб. Тут уже лекарством каким-то пахнет. Не кажется? Нет, какой-то растительностью. Видите, насколько разный взгляд? Не лекарством пахнет. Так. Всё, намазали. Три крема. Бля, я его здесь надавливаю, у меня болит. Тут. Ну крем-то тут ни при чём. Ну крем-то тут ни при чём, понятное дело. А у тебя тут ты ударилась? Сын тебя чем-нибудь ударил? Как всё. Может быть тресно у меня. По-моему всё впиталось. Я помолодела лет на 40. Вот и я. Тут нормально, в общем-то, на лицо. Ой, кстати, уже и липкого слоя нет. Тут ещё у меня немножко влажное. Вот здесь у меня быстрее впиталось, и липкого слоя нет. Вот здесь улитка была. Здесь попозже чуть-чуть. Липкий слой ушёл. Ну на лбу нормально. И на лбу нормально. Там высохло уже. Вот какой бы крем, если бы я тебе сказала, выбери мам себе, каким хочешь пользоваться, какой бы ты выбрала? Я бы намазывала сначала гиалуронка, это да, была здесь. А сверху бы наносила крем. Какой? Ночной или дневной, в принципе. Улитку или живицу? Вообще мне нравится и тот крем, и тот крем. Приятно. Ты хочешь забрать всё? Вот этот нежнее. Да. Хорошо, значит, маме понравилась улитка, гиалуроночка. Это на первом месте, и живица у нас на втором месте. Вот эта живица у нас на последнем месте. А вот это и вот это на первом. Мама бы совмещала всё. Мне тоже понравились вот эти два, на самом деле. Ну, я бы, наверное, крем не наносила сюда. Просто бы вот взяла вот это всё. Далее мы можем оценить вот такие домашние патчи. Биогелевые подушечки от морщин для зон вокруг лав. Ты слышишь это? Как я разговариваю? Не договоривай букву. Я спешу и не договоривай букву. Разглаживают морщины и густые гусиные лапки. Замедляют процесс старения. С коллагеном водорос... С коллагеном и красными водорослями. Тебе не стыдно, что твоя дочка так читает? Нет. Значит, смотри. О! Тут две пачки. То есть в одной такой две. Для мамы и для меня. Я не знала. Это очень круто. Давай. Ли, она там жидкая, смотри. Сейчас потечет. Там жидкость внутри аккуратно. Ты покажи там, как она перетекает. Ма, ты думаешь, они не видели, как перетекает жидкость? Достаем под ложечку. Клади себе под глаз. И потекло. Смотри, вот это все большое, это должно быть здесь. А узко, вот и где-то. Да, ну все. А, переверни. Так. Я не вижу ничего. Я туда положила? Да. Давай я тебе положу. Давай. Обалдеть. Да. Это с чего не сделано? Силикончик, наверное, какой-нибудь. Ну да, как будто. Приятный? Приятный. Ты что, первый раз такие делаешь, что ли? Я так и не делаю. О-о-о. У меня мамка темный лес. Темный лесочек. Да, девочки, я только кремом пользуюсь. Ну, чистка там, скравик. Крем ночной, дневной в основном. Ну, сыворотка какая. Кто-то спрашивает меня, чем уход за лицом делаю. В общем, скромный уход. Да-да-да. Красивенькие, золотистые. У меня такие есть, кстати, в магазине даже моем продают. Я взяла гель для ног, ментол, охлаждающий. Облегчает, 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 облегчение для уставших ног. Будем тестить на твоих ногах? Я ноги свои показывать не буду. Я покажу свои ноги, я сделаю педикюр. Вот такой вот гель, запечатанный причем. Плохо запечатанный. Украла все впечатления у мамы. Нюхни. Такая вот жидкость, вот такой вот гель. Охлаждающий, видите? Да, но он должен холодить. Ну давай я первая попробую на своих ногах. Да? Ну бери, хочешь, бери. Ну я намажу, только подошву не буду. Бери. Хлади. Аккуратнее. Чуть-чуть ты прям, нельзя так прям. А я на две ноги взяла сразу. А че ты, а че ты вверх? А я подошву. Я не буду подошву. Вот моя нога. Я буду мазать. Правда мажу, девчонки, вот правда мажу. Я расскажу про ощущения. А я подошву прям мажу. Мама вверх мажет. У меня подошва не беспокоит. У меня бывает вот здесь вот ноги сушатся и прям как будто это, каком горят. Я намазала. Ждем холода. Фу, воняет. Я две. Ты одну ногу, я две. Да, я одну. Нет, ну как? Две разные ноги будут. Они у меня сильно не изменятся. Пока я не чувствую особого холода. А сейчас пока холод, потому что мокрое. Ну приятный такой крем прям. Размазывается хорошо. Гель. Ну гель, да, он такой приятный. Но прохлада есть. Есть. Я что-то такое как-то брала. Что-то такое. Крем у меня такой был. Тоже такие ощущения. Хочешь и ребятам? Раз. Давай, давай. Ой, как хорошо. Смотри, они спадают. Они спадают? Нет. У нас как слезли. А ну, может, чуть-чуть. В отчисли. Аккуратно другой рукой только. Чтобы у тебя не ментолилось. Глаз. Не работаешь? Нет, вот я сейчас чувствую, что нога охлаждается. Прям холодок. Холодочек свежит. Я хорошо, что я сделала одну ногу для того, чтобы сравнить. Понимаешь? Одна горит, а другая охлаждается. Лежит. А, у меня две ноги балдеют. Так, дальше я взяла, смотрите, крем-масло коррите. Здесь разные упаковочки есть, но мне понравилось вот это вот се-се-се лдо. Ну, короче, типа корейская. Поняли? Мне захотелось понюхать. Что-то вкусненькое, да? Пащи, анямнях какая! А что у нас так мало ему? Ага, вообще половина. Может, кто-то уже выпользовал? Слушайте, пахнет прям вообще, мам, скажи, это вкусняха какая-то. Да. Вкуснях. Прям что-то... Блин, а что напоминает? Короче, очень что-то вкусненькое, сладенькое. Для рук и тела. И что нам нужно затестить? Давай затестим. Ляня, ну как берется, какой вообще какой-то... Руки давай намажем. Вообще, девчонки, аромат кайфутин. И там были еще, значит, розовенький, еще коричневенький был и еще какой-то был. Но я взяла розовенький, потому что сами понимаете почему. Потому что розовенький. Ну, это крем, да? Да, для тела. Такой приятный, мягкий крем. Крем, мягкий, если нормально. Ммм, кайфащий аромат. Прям я не знаю, чем пахнет, но какой-то супер вкусняшка. Так, еще я взяла скраб. Очень много девчонок мне советовали вот этот скраб. Он тоже есть разный. Скраб для тела антицеллюлитный. Я взяла лимонно-солевой моделирующий. Давайте мы его понюхаем. Но, судя по тому, что я брала такие масла для волос, с удовольствием пользуюсь ими. Действительно увлажняет, классный супер-пупер. Я думаю, скраб тоже хороший. Тем более, если мне его советуют. Приятный запах. Ну, я не пойму, че. Ну, сладенький. А че он? Что? Это скраб? А, вот, скрабля. И все, я теперь чувствую соль. Вот она, да. Здесь сверху взяла. Здесь просто она как масло и все. Знаете, как что-то такое непонятное. А вот здесь, если загребаю я пальцем уже, я чувствую соль. Да, здесь соль, которая, наверное, будет мгновенно растворяться на теле. То есть, никаких остатков не будет. У меня прям под пальцами эта соль из-за моего тепла растворяется. Еще я взяла вот такой народный рецепт. Это, по-моему, известная какая-то фирма, нет? Мои пальцы вообще на щеках уже. А вот и держится. И поправлю. Так, восстановление и питание. Это мягкое крем-мыло для рук. Что крем-мыло для рук, мы можем только оценить аромат. Там тоже разные вкусы были. Я взяла шишки какие-то нарисованные. Мне стало интересно, как же они пахнут. Я могла вообще открыть и понюхать право в магазине. Хвои. Хвои запах. Ой, запах классный. Нормальный. Будем пользоваться. Надо было тебе сольфетки. А сейчас мы уже чуть-чуть. Мы уже заканчиваем. И еще я взяла из косметики вот такая сыворотка с аминокислотами от выпадения волос. Девочки, кто хотел, у кого выпадают волосы, кто писал мне, Селена, посоветуй. Ну, как бы я не 100% советую это, но говорю о том, что в Экспрессе продается что-то такое. Значит, смотрите. Крапива и хмель. В состав я почитала, что здесь уже входят какие-то масла. Репейника там, по-моему. Экстракт репейника. Красное что-то там. Экстракт крапивы. В общем, много всего. В виде спрея распыляет нормально. Мелко. Мелкое распыление. И аромат. Что? Вкусный. Хороший. А что это? А это прям вообще вот прям... Приятно. Крапива, хмель, да? Прям крапива. Да, это такие травы. Прям травы-травы конкретно пахнет. И способ применения, по-моему, здесь на ночь, насколько я успела, да, использовать перед сном. И небольшое количество вот втирать в кожу. Я поделаю все это. Но мне кажется, что если тут вода и всякие масла, то в любом случае вреда не будет. Но у меня просто волосы не выпадают. Разве что быстрее расти начнут. Ну, в общем, я взяла. Мне интересно. Вот такая штучка увидела. А главное... Знаете, что для меня главное во всем этом? Что все вкусно пахнет. Пришло. Давайте посмотрим, как теперь омолодились мои щечки. Вообще молодые-молодые щечки. А у меня как? Вообще, да? Помолодела. Да класс. Они такие приятненькие. Они приятненькие. У меня целая упаковка такая, между прочим, корейская. Будет продаваться в новом магазине. Слушай, мне кажется, их можно вообще, вот когда что-то наносишь, вот у меня есть крем для под глаза, да? Потом раз так положить, чтобы он сразу не высыхал, походи. Да? Ну, нафиг они нужны. Они одноразовые, и их много. Вон, я выкинула, на самом деле, целую пачку. Они у меня высохли. Экстракт высох, и куча вот таких осталось. Ну, если высохли, то да-да. Ну, если тебе на крем надо было, можно было бы использовать. Но вообще, как бы они недорогие, поэтому... Там, со своим экстрактом, кстати, можно ручки вытарить. Ой, нет, не вытирать. Всё, мои хорошие, мы протестили косметику. Мне тоже, на самом деле, всё понравилось. И прям даже впервые, ну, как бы кремом для ног я не пользуюсь маме, отдам его, да? А так, в основном, я всем пользуюсь, и всё бы себя оставило. Мне всё очень понравилось. Так что FixPrice продолжает рулить. Мама, кстати, тоже хочет зайти в FixPrice что-нибудь купить, да? Да, я тоже хочу зайти что-нибудь купить. А вообще, то, что ты вот это купила, так как я у тебя провожу времени, больше получается, чем у себя дома. Поэтому пусть оно тут стоит, чтобы я видела это, да? Для гостей, да? И пользовалась. Для меня. Всё, мои хорошие, Денька проснулся, и мы уже заканчиваем как раз видео. Мама тоже скоро пойдёт в FixPrice и снимет для вас видео, что же она выберет там. Она вообще по FixPrice до этого особо не ходила, брала только необходимые вещи. А сейчас для видео что-то ей и после вообще этой косметики и всего тоже интересно сходить и снять для вас видео. Поэтому ссылочку на свою маму я оставлю под видео. Обязательно проходите, поддерживайте её как начинающего блогера. Ну а я с вами прощаюсь, и она тоже прощается, она сейчас с Денькой. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok